Добрый день, дорогие друзья! Сегодня вместе с вами я хотел бы коснуться такой темы, как экономия. Большинство людей не могут одномоментно сразу купить квартиру, машину, мебель. И поэтому людям приходится экономить. Это экономия материальных средств. Бывает экономия также духовных возможностей. И когда человек находится в немощи, в духовном, скажем, падении, слабости, то тогда, естественно, он переходит на режим экономии. Экономии своих физических и духовных возможностей. И поэтому он накапливает эту энергию, чтобы затем совершить какое-либо действие. И экономия, она имеет разнообразные формы. Мы можем представить, как большой корабль в море, и моряки, находящиеся на его борту, экономят воду. Это может быть экономия топлива, это может быть экономия бензина для самолета, это может быть экономия средств для студента, который живет в стесненных обстоятельствах, когда он должен одновременно и учиться, и подрабатывать. И экономия, это бывает как индивидуальной, так и групповой. И в периоды, когда семья, человек, целая страна испытывают кризисы, экономия, она бывает просто неизбежной. И в Библии мы можем вспомнить такой пример, когда семь лет был урожай, а потом была засуха. И Бог предупредил о том, что будет засуха, и чтобы человек откладывал определенное количество своего зерна на будущий период экономии средств, существования, в данном случае питания. И поэтому экономия, это само собой разумеющееся дело, и, к сожалению, не все люди учатся или умеют экономить. И я такой приведу пример. В Германии один немец-повар зарабатывал около 5000 евро, и в то же время он умудрялся ежемесячно занимать у человека, который был в этом же ресторане, скажем так, мощиком посуды, и зарабатывал всего лишь 1200 евро. Этот повар, он постоянно, отработав, скажем, месяц, улетал куда-то на 3-5 дней, Майорка, другие места отдыха, и там тратил все заработанное в течение месяца, и он не мог отложить ничего. И его образ жизни, он не предусматривал экономии. И, к сожалению, такое часто бывает в жизни людей, когда люди не думают вперед, что будет, и другая крайность есть, когда пенсионеры, живя на скудном питании, откладывают на так называемый черный день, и их жизнь, она просто сводится к существованию. И тогда это уже не экономия, а простая, как бы, способ выживания. И поэтому, когда люди экономят на своем питании, их здоровье может прийти в упадок. Точно так же, как и люди, которые экономят на своих духовных определенных потенциале, возможностях, и эти люди не реализуют себя, не реализуют тот потенциал, который Создатель дал им. Более того, они не оправдывают надежды Создателя. И, опять же, из Библии я приведу такой пример, когда виноградарь говорит своему садовнику, что вот не дает плода виноградного, это дерево виноградное, да, и два года уже не было урожая, поэтому сруби его. Для чего это нам нужно? И тогда виноградарь просит, садовник просит виноградаря о том, чтобы он повременил еще один год, что накопает, даст удобрение, и если на следующий год тоже не будет урожая, не даст виноградная лоза, то тогда можно будет и срубить. Это говорится и о людях. То есть Бог ожидает от людей определенных действий. Определенных действий. И если люди не осуществляют задуманное Богом, то они попадают в достаточно трудную ситуацию, и Бог может просто-напросто и лишить их жизни. И такое происходит. Поэтому человеку очень важно знать волю Божью, находиться на дороге, которая ведет к Богу, и стараться свои действия делать сообразно его воле и желание. Экономия. Итак, две крайности, когда люди чрезмерно экономят, и когда они совершенно не умеют экономить. И где-то есть в этом вопросе золотая середина. И каждому человеку надо не забывать о том, что периоды жизни человека, они бывают разные. И если сегодня у вас есть нужда, и вы прикладываете усилия к тому, чтобы улучшить свое материальное положение, то я думаю, что по милости Божьей вы это сможете осуществить. И наоборот, если человек не задумывается о завтрашнем дне, и он расточителен, и он пренебрегает, мудростью, то тогда он может оказаться в ситуации, когда будет очень тяжелый период времени, как скажем, образно неурожай. Поэтому я желаю вам поразмышлять на эту тему экономии в вашей жизни, в вашей семье. И дай вам Бог Божьей милости и благодати. До свидания.